Привет, коллеги! Хочу поделиться с вами обзором этой замечательной книги «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Вильямса «Действуй вместе с инсайдерами». Итак, эта книга, я считаю, обладает огромной ценностью для трейдеров. Несмотря на то, что ее объем всего лишь 226 страниц, но она действительно включает принципы успешного трейдинга, наверное, все, которые существуют на данный момент времени. Здесь также описана тактика работы с соточетами, которые публикуются в CFTC каждую пятницу за полчаса до закрытия рынка в 19.30 по Гримвичу. Как вы знаете, это информация, которая предоставляется всеми крупными участниками рынка в Комиссию по торговле фьючерсами каждый вторник. Так как рынком движут не индикаторы, а как раз потоки ликвидности, эта книга будет актуальна как новичкам, так и профессионалам. Как говорит Стивен Кови, чтобы приставить свою лестницу к правильной стене. Напомню, что Ларри Вильямс, вот так он выглядит, с помощью своих методик превратил 10 тысяч долларов в 1 миллион 100 тысяч долларов. Помимо этого, опыт торговли у этого трейдера, который является безусловно мастером своего дела, уже 57 лет. Я так посчитал, потому что он и сейчас активно торгует, несмотря на то, что он 44 года рождения. Здесь он пишет, что ничто не мотивировало его так, как исследование рынка. И 41 год он пялится в графике. Книга 2005 года переведена на русский язык издательством Alpina Publisher в 2019 году. Так что это, наверное, максимальный опыт среди трейдеров, который я вообще слышал когда-либо. Помимо этого, у Ларри Вильямса аж 5 детей. Соответственно, он молодец не только в трейдинге. И это все-таки единственная книга, где я смог выписать аж 100 секретов прибыльной торговли. Итак, в этом видео я расскажу о 7 из этих подходов, которые мне приглянулись, которые я считаю очень актуальными. И для себя, и, думаю, для вас. Первое это знаменитый индекс SOT, который использует Ларри Вильямс для определения экстремальных значений толпы. Итак, я зачитаю. Когда у публики экстремально высокие показатели бычьего настроя, постарайтесь зашортить. Когда показатели индекса публики находятся на крайне низких уровнях бычьего настроя, постарайтесь занять длинную позицию. Я не могу найти ни одной сильной точки покупки, где публика проявляла бы себя агрессивным покупателем. Вы должны перепрограммировать себя, чтобы избежать покупки после крупного эмоционально привлекательного продвижения рынка вверх. У вас есть выбор, инвестировать и торговать, опираясь на свои природные реакции, или заново научиться тому, как надо реагировать на движение рынка. Правило использования данных SOT, оно касается присоединения к правильным силам в мире финансов. И вот оно как звучит. Научитесь делать прямо противоположное публике, как единой группе. Когда они продают, постарайтесь занять длинную позицию. Когда они покупают, постарайтесь зашортить. Я заметил, что это правило хорошо работает, когда не только некоммерческие трейдеры находятся в экстремальных покупках, но и как раз и мелкие трейдеры. То есть эти две группы должны находиться в экстремальных значениях по своим позициям. То есть желательно, чтобы это изменение произошло от экстремальных покупок до экстремальных продаж, или же наоборот. Кроме того, чтобы операторы оставались на противоположной стороне. К примеру, если же фонды, которые являются некоммерческими трейдерами, и мелкие спекулянты находились в продаже, и буквально через несколько недель они стали агрессивными покупателями, в то время как операторы рынка остаются на продажах, то, соответственно, мы принимаем решение заходить в шорт-позицию. Особенно, если рынок сделал определенную коррекцию от своих минимумов. Такой сигнал нам все-таки говорит оставаться на стороне операторов. Итак, второе. Это то, что нормально совершенно действовать на опережение. И вот как это звучит. Публика, действующая из страха, хочет иметь больше подтверждений своей идеи. Мы с вами должны покупать еще до рывка со стороны кого-либо другого. Затем нам нужно, чтобы кто-то еще вступил в игру и подтолкнул цены наверх. Если мы будем ждать, пока все сигналы станут ясными, и на всех светофорах загорится зеленый свет, то покупателей скоро не останется. Что у вас намного лучшие шансы не вылететь на стопе, если вы покупаете тогда, когда публика продает, нежели когда она покупает. Потому лично я покупаю по глобальному тренду, но, тем не менее, локально это получается контр-тренд. То есть я жду, когда большое количество продавцов либо же фиксирует свои сделки с убытком, либо же начинает заходить в позиции, дабы не упустить движение. Это можно увидеть с помощью той же кумулятивной дельты, HFT-объемов, они очень хорошо показывают в моменте, когда трейдеры очень сильно спешат зайти в рынок, дабы не упустить дальнейшего движения. Либо же массово выходят с убытком. Итак, третье, что мне понравилось, это касательно открытого интереса. Когда открытый интерес очень мал, то у публики нет интереса к данному рынку. Это чисто операторский рынок. Как правило, именно здесь берут начало крупные движения. Когда у публики нет аппетита к покупкам, когда рынок становится скучным, то есть нет ценовых колебаний, которые провоцируют трейдеров зайти в него, инвесторы уходят. Но обычно это оказывается ошибкой. Больше рыночных впадин и превосходных точек для покупки сформировалось, когда открытый интерес был ниже, чем в какое-либо другое время. Больше рыночных вершин было образовано, когда открытый интерес был выше, чем в какое-либо другое время. Низкое ОИ означает, что публика и фонды потеряли интерес к данному рынку. Их внимание и деньги отвлеклись на что-то другое. Тот факт, что публика не проявляет интерес к рынку, означает, что мне следует как раз им заинтересоваться. Хотя низкие значения открытого интереса и не служат отличительным признаком каждой впадины, но каждая хорошая точка для покупки совпадает с низким значением открытого интереса. Вот такое говорит Ларри Вильямс нам. И поэтому, какой мы делаем вывод? Если вы хотите найти рынок, который собирается стать действительно интересным, ищите моменты, когда там нет открытых позиций. То есть это даже созвучно с утверждением, если на рынке ничего не происходит, то там все-таки идет накопление позиций. Как вы понимаете, это противоречит общей теории, что увеличение открытого интереса подтверждает силу тренда, но так происходит только в 30% случаев. В основном в 70% происходит как раз наоборот. Также нужно смотреть, кому принадлежит данный интерес. Если же на падение идет сокращение открытого интереса, и в то же время количество сделок операторов растет, то, конечно же, нужно больше смотреть на то, что делают операторы и присоединяться к их позициям. Четвертый момент – это то, что СМИ всегда придумают удобное объяснение тем событиям, которые происходят на рынке. Я в этом лично убедился, когда еще был актуальным вопрос повышения процентных ставок. И каждую неделю мне приходили новости от CNBC. И там было написано, что американский доллар растет, потому что ФРС планирует повышение процентной ставки в этом году. И буквально через неделю приходит тоже сообщение от CNBC, что американский доллар снижается, потому что инвесторы не уверены по поводу следующего повышения процентной ставки в этом году. Признаюсь, я тогда очень удивился, как такое авторитетное агентство придумывает такие нелепые объяснения тем движениям, которые происходят на рынке. Посыл как раз в том, что нужно смотреть, что делают хозяева рынков. То есть, например, когда в СМИ все говорят о том, что нефть будет по 10, и ОПЕК не договорится о сокращении добычи, и при этом операторы набирают длинные позиции, то, конечно же, нам нужно будет присоединиться к операторам, а не слушать то, что говорят средства массовой информации. Как говорит Ларри Вильямс, поверхность воды не может говорить о том, что находится под водой. Итак, пятый аспект – это касательно своего мнения по поводу движений и прогнозов. Он пишет, первый и наиболее частый сценарий начинается с того, что мы рассказываем кому-то о своих сделках. Это открывает двери в ад трейдера. Мы начинаем битву, битву за эго, чтобы показать другому человеку, что мы правы. Мораль такова. Рассказы другим о том, что вы делаете, причинят вам больше неприятностей, чем сами рынки. Потому откажитесь от своего мнения. У трейдера вообще не должно быть никакого мнения. Задача трейдера – это реагировать на те вещи, которые происходят на финансовых рынках. Тогда он не будет зависеть от своего эго. Шестое. Ларри Вильямс показывает и доказывает, что рынки, они все-таки не случайны. То, что некоторая случайность имеет место, не означает существование абсолютной случайности. Так же, как определенный порядок не исключает наличие энтропии. Он здесь доказывает и разоблачает теорию о подбрасывании монеты, что некоторые говорят, что это то же самое. Я попытаюсь теперь развенчать басню о том, что движение рынка с той же случайной, как и результаты простого подбрасывания монеты. И тут действительно приводятся определенные исследования. К примеру, чем больше выигрышных сделок подряд мы имеем, тем больше становится средняя прибыль на одну сделку. Стабильное увеличение средней прибыли после периода в неудач не подчиняется принципу случайности. Отсюда следует, что их можно предсказывать не со стопроцентным успехом, благодаря случайности как раз, но все же в нашей торговой вселенной существует логика, разумное объяснение и порядок. И это, несомненно, действительно дает надежду трейдеру на развитие и постижение этого ремесла. И ключевой момент, седьмое правило, я бы сказал, золото этой книги, ну как для меня лично, говорит о том, что если вы едете по дороге и навстречу вам, именно по вашей полосе, несется грузовик, то что вы сделаете? Останетесь на той полосе, которая для вас предназначена, либо же перестроитесь на другую полосу. Успешный трейдинг – это искусство использования знаний и систем в нужное время. Это значит, что когда пришло время использовать какую-то систему или правило, то надо проверить, не приближается ли к вам 18-колесный грузовик. Системы не адаптируются к каким-либо новым элементам реальности. Для этого как раз и нужен наш ум наблюдать, записывать, замечать изменения и затем разрабатывать методы оптимального использования данной системы. Если вам нравятся условия, сложившиеся на рынке, и они соответствуют тому, что рекомендует ваши правила, то есть ваша система, то выходите на рынок. Если правила не соответствуют условиям или же условия не соответствуют правилам, то воздержитесь. Цель обладания системами и правилами в том, чтобы управлять ими с максимальной выгодой для себя и не разрешать им управлять вами. Честно скажу, мне бы очень хотелось бы прочитать данную книгу в самом начале своего трейдерского пути. К сожалению, очень мало книг, которые анализируют действия крупного капитала, потоки ликвидности на рынках, в то время как очень много книг, которые по техническому анализу. Хотя я считаю, что физика рынков, она максимально важна для принятия торговых решений. Честно говоря, мы интегрировали отчеты SOT в платформу Trading Volume Terminal еще гораздо раньше, когда увидели действительно интересные моменты, которые показывают изменения, которые происходят в позиции операторов, то есть коммерческих трейдеров, некоммерческих трейдеров и мелких спекулянтов. И эта информация дает нам возможность более точно ставить среднесрочные и долгосрочные цели в нашей торговле. Кстати, хотел бы, чтобы вы написали, какая книга оставила существенный отпечаток на вашем мировоззрении как трейдера. Я уверенно могу сказать, что эта книга является одной из таких книг. И мне действительно интересно, какие книги впечатлили вас. хочу сказать, что два раза в неделю мы проводим обзоры, которые как раз посвящаются анализу потоков ликвидности на рынке и анализу непосредственно соточетов действий операторов коммерческих и некоммерческих трейдеров. Так что добро пожаловать, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, если вам действительно интересна данная тема. А я вам желаю хорошего настроения, красивых сделок и до встречи!